На пасеке Актемской средней школы кипит работа по сбору меда. С одного улья якутские пчеловоды получают в среднем 15 килограммов сладкого продукта. Марат Залялов занимается пчеловодством всего 4 года. Тонкостям этого пока еще редкого в Якутии производства учился у признанных мастеров Алтая и Башкирии. Сейчас мы даем им время на подготовку к зимовке. Они должны как-то восполнить, компенсировать запасы меда, которые мы у них отобрали. Первый мед хангалаские пасечники собрали в прошлом году. Начинали с 20 ульев. Тогда удалось получить 200 литров меда. В этом сезоне пчеловоды увеличили объемы в 4 раза и готовятся собрать уже тонну. Три задачи мы перед собой ставили. Первое – развитие пчеловодства как отрасль народного сельского хозяйства. Второе – это привлечение, вовлечение населения и детей в том числе в отрасли пчеловодства. Ну и самое основное – это получение дохода от получения реализации меда. Сезон открывается с началом цветения ивы в конце апреля и заканчивается в сентябре. Зимуют пчелы в специальном помещении, где сохраняется комфортная для них нулевая температура. Пасечники собирают урожай 2-3 раза за лето. С одной такой рамки сотами можно извлечь до килограмма меда. Его добывают с помощью разогретого ножа при комнатной температуре. Свой натуральный свежий мед местные производители собрали накануне православного праздника медового спаса. В этот день верующие приходят на службу в храм для того, чтобы осветить сладкое лакомство. В медовый спас принято на стол ставить всевозможные постные блюда с медом – пироги, блины, оладьи и другую выпечку. В этот день по окончании богослужения во всех православных храмах совершается член освящения меда. И принято этим явством, этим лакомством поделиться не только с родными, близкими, друзьями, но наверняка угостить тех, кто нуждается, тех, кто на одре болезни. С этого дня у православных христиан начинается строгий пост. В течение двух недель разрешается есть только хлеб, фрукты и овощи. 19 августа отмечается яблочный спас. Завершит же череду праздников Ореховый спас, который будет 29-го. Галина Погодаева, Максим Бурцев, Вести.